Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Павел Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! По статистике, с начала года на дорогах региона в 103 авариях с участием детей и подростков погибли трое несовершеннолетних, 107 получили травмы. Поговорим сегодня о том, как в последний летний месяц сохранить жизнь и здоровье своего ребёнка. Павел Анатольевич, вот цифры, которые я привела, вы были готовы, сотрудники ГИБДД, именно к такой статистике? Или всё-таки она более трагична по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Быть готовым к гибели ребёнка вообще, наверное, невозможно. А в целом, если говорить о ДТП, то это же не случайное стечение обстоятельств, они всё-таки весьма прогнозируемы. И изучение многолетней статистики показывает, что всё-таки, как ни прискорбно, в летние месяцы количество ДТП с участием детей возрастает. Это потому, что дети летом предоставлены сами себе по большей части? Ну, естественно, да, их меньшая занятость получается, и всё-таки дети, как вы правильно сказали, больше предоставлены сами себе. При этом, если говорить об анализе аварийности, то можно сделать вывод, что всё-таки большинство ДТП происходит на территориях города Твери и муниципальных образований. То есть это примерно третья часть в городе Твери, третья часть на территориях муниципальных образований. То есть это городские условия? Да, городские условия, там, где дети всё-таки больше подвержены опасности, как бы то ни было. Поэтому, наверное, вот с учётом этих позиций и строится профилактическая работа. А если говорить в целом об аварийности, мы уже много раз раскладывали её по видам, да, это то есть дети-пассажиры у нас, в первую очередь, вторая идёт дети-пешеходы, и третья – дети-водители. Вот если поподробнее остановиться на детях-пассажирах, естественно, эти ДТП происходят чаще на автомобильных дорогах, это вот федеральные автодороги или региональные автодороги. Ну, дети вместе с родителями переезжают, да, куда-то или едут на отдых, или что-то происходит, да? Естественно, да. То есть и вот статистика вот именно такой аварийности тоже, она в летние месяцы возрастает практически в два раза. То есть, ну, здесь вот, что бы мы с вами ни делали, да, какую профилактическую работу бы ни вели, это вот максимальное участие – это именно родители и водители. То есть если родители не будут понимать весь уровень ответственности при перевозке детей, то, вероятно, остальным будет очень сложно переломить эту ситуацию. Здесь мы говорим оба о том, что страдают дети, родители не принимают меры по фиксации детей, да, в этой машине, это в основном. Или же они нарушают правила, выезжают навстречу, превышают скорость, тут целый комплекс. Ну, естественно, как я и сказал-то, нет случайности через течение обстоятельств. Во-первых, статистика показывает, что правильно установленное детское удерживающее устройство в автомобиле снижает риск гибели в ДТП на 60%. На 60%. На 60%. То есть почему этим не воспользоваться? Почему не защитить ребёнка? Непонятно. Второе, что касаемо, что вы говорили о нарушениях правил дорожного движения. Естественно, при перевозке детей родителям, водителям необходимо максимально купировать риски. Понимая, что вы везёте ребёнка, надо снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, боковой интервал. Я говорю очевидные вещи, но тем не менее это так. И то есть когда мы соблюдим вот эти вот рекомендации, у нас будет несколько больше времени на принятие правильного решения в случае какой-то ситуации, которая сложится на дороге, нехорошая. Режим отдыха здесь, наверное, тоже важен, чтобы водитель не заснул за рулём, чтобы всегда всё было подконтролем. Многие сейчас едут к местам отдыха на автомобилях. То есть это сопряжено с большими перегонами, с большим временем нахождения за рулём. Не зря же вот у профессиональных водителей, у всех грузовиков, у автобусов стоят так называемые тахографы, которые следят за следением режима. Это неспроста, потому что уже установлено, что всё-таки водитель, как бы то ни было, он утомляется. И если утомляется за рта, то вплоть до сна за рулём. То есть сейчас зачастую, если отвлечься от детской аварийности, то вот у нас в июльский зной, будем говорить, возросло количество ДТП, связанное с сосном за рулём. Потому что это тоже, опять же, комплекс влияет. Во-первых, человек устал, во-вторых, солнце жарко. То есть организм расслабляется, и люди засыпают, и попадают в ДТП. Причём на безопасных участках дорог, например, на трассе М11 скоростной нашей. Вроде бы казалось, все условия созданы. Всем известны, да. Опять же, потому что человек вовремя не остановился, не отдохнул. Тут нужно немного времени потратить, минут 10-15, и человек может со свежими силами продолжить движение. Кстати, если возвращаться к детским удерживающим устройствам, профилактические рейды вот здесь, вот на эту тему по профилактике, проводятся по-прежнему? И все ли родители понимают, для чего сотрудники ГИБДД не просто так, чтобы занять своё время делают? Ну, будем говорить, уровень правосознания всё-таки возрастает. Люди понимают, да, некоторые начинают извиняться, всё-таки, ну, извините, недалеко доехать там, ну, опять же, всё равно опасность-то это не умаляет, и ответственность тоже не снимает. Но, тем не менее, вот за прошедший период всё-таки около двух тысяч нарушений выявлено. Всё-таки это довольно-таки много. Некоторые говорят, что зачем мне детское удерживающее устройство, вот вы сказали по статистике, это всё-таки в городских условиях больше ДТП, но если мы находимся в деревне или на какой-то дачной улице, зачем пристёгивать ребёнка, мы и так доедем? Или к речке, или куда-то из деревни в деревню, по сельской местности, почему это тоже необходимо? Ну, понимаете, здесь полагаться на случай всё-таки, наверное, не стоит, потому что первая причина за то, что использовать или ремни безопасности, или детское удерживающее устройство, это сделать несложно. То есть это несложные манипуляции. Ребёнок сел, его пристегнули, тем более детское устройство, оно установлено, как правило, уже стационарно. То есть сели, пристегнули, поехали. Понять на то, что ребёнок не хочет сидеть в этом устройстве, опять же, люди противоречат сам себе. Если недалеко доехать, то ребёнок, наверное, усидит. Второе, если он будет всё время в нём сидеть, у него выработается уже привычка. И, скорее всего, он уже больше каприничать и неудобно себя чувствовать не будет. Поэтому всё-таки и статистика, и всё что угодно за использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ведь это же сейчас по бюджету многим семьям, да, во всяком случае, жизни, здоровья ребёнка, они дороже? Ну, это, естественно, несоизмеримо. Если сравнивать стоимость устройства с суммой штрафа, то три штрафа купит очень хорошее детское удерживающее устройство. Поэтому тут тоже это нелогично. До какого возраста необходимо перемещаться детям в удерживающем устройстве? Ну, там устройство тоже классифицируется по возрасту, по весу и ребёнка. То есть поэтому это надо смотреть конкретно от антропометрических особенностей ребёнка. Но использовать его необходимо, это безусловно. Если мы возьмём вторую причину, дети-пешеходы, что здесь мы можем сказать? Что мы здесь можем сказать? Я немножко сейчас, наверное, отвлекусь от детского травматизма, для того, чтобы пример был более ярким у людей. Вот сейчас в средствах информации очень много показывают случаев падения детей из окон. Да, это актуально, к сожалению, нынешним летом число таких случаев выросло. Почему это происходит? Потому что ребёнок, он не понимает уровень опасности. Он не знает, что это опасно. То же самое происходит и на дороге. Вот именно детский травматизм нужно осматривать именно через призму психологического развития ребёнка. И никак иначе. То есть мы родители, и мы должны понимать, что ребёнок, он не понимает уровень опасности, не может адекватно реагировать на всё, что происходит вокруг. Поэтому маленьких детей надо крепко держать за руку. А те, которые постарше, их надо постоянно учить. Причём это, опять же, сделать несложно. Это можно сделать и в обычном разговоре. Ну, просто так вот пришлось. Вот смотри, что происходит. Так делать нельзя, нужно делать так. При просмотре какой-то передачи тоже увидели какое-то там нарушение, либо ролик тоже на примере. Это всё у ребёнка отложится, в конце концов. И если это постоянно и планомерно делать, всё должно получиться. Потому что всё-таки эта деятельность, она имеет такой накопительный эффект. Она мгновенно, ну, эффекта не будет. Если ребёнок два года будет слушать правильные мысли родителей по поводу соблюдения правил, то он дальше начнёт и сам их соблюдать и учить своих, наверное, сверстников. Павел Анатольевич, вы сказали очень грамотную фразу такую, нужную. Держать крепко ребёнка за руку. Сколько было таких случаев? Вроде бы идёт ребёнок рядом, да? Вроде бы под контролем. А раз и случается трагедия. Прямо на глазах у близких. Конечно, вот гибель одного ребёнка именно в этом году связана именно с такой ситуацией. Ну, что тут скажешь? То есть тут вина полностью на родителях. Второй момент, если рассмотреть вот эту ситуацию с точки зрения водителей, то водитель тоже всё-таки должен понимать, что видя ребёнка вблизи проезжей части, он должен, так сказать, такую фразу в кавычках «переключиться». То есть он должен всё внимание, переключить максимальное количество внимания на поведение этого ребёнка, потому что он может сделать всё, что угодно. То есть водитель должен иметь возможность уже в крайнем случае даже остановиться. Павел Анатольевич, мы говорили о том, что велик риск ДТП, когда сам ребёнок находится за рулём транспортного средства. Мы говорим и о велосипедах, и о мотоциклах-скутерах, и о самокатах. Давайте подробнее об этом. Ну, опять же, к сожалению, в летние месяцы статистика такого вида аварийности тоже несколько возрастает. Причём, опять же, возвращаясь к анализу, изучению ДТП, мы понимаем, что в данном виде аварийности имеет место так называемая гендерная диспропорция. Больше страдает в таких ДТП всё-таки мальчиков. Ну, потому что, во-первых, существует какая-то бравада у молодых людей, там, да, там, занижение чувства риска. И плюс всё-таки больше мальчиков едет на мотоциклах, на мопедах. Ну да, но если девочки, то они в качестве пассажиров. Если мальчик за рулём, и попадают дети в ДТП, то тут страдают. В общем, страшная ситуация, как правило, вот если немножко задержаться вот на этой пассажирах, да, мототранспортных средств зачастую это страдают пассажиры, потому что у мотоциклиста он едет в шлемы, ну, в основном, да. А второго шлема, как правило, нет, ну, поехали, довезу, а без шлема, сами понимаете, что может произойти. Далее, если говорить о детях-велосипедистах, наверное, здесь уже много говорилось, наверное, сильно много останавливаться не буду. Я бы хотел здесь это в таком ключе рассмотреть опять с точки зрения водителя. Вот приведу просто один пример. Недавно был ДТП, в котором ребёнок сильно пострадал, получил тяжкий вред здоровью. Ясно, что ребёнок вёл себя неправильно. Ясно, что он оказался в тёмное время суток на дороге на велосипеде. Это тоже не должно было произойти. Но я обезвлечу просто этот факт, скажем так, просто общими словами. Водитель в своём объяснении пишет, что он ехал по краю дороги, он видел этого ребёнка на велосипеде, но при этом, даже он принял какие-то меры, он там сместился к центру дороги, пытаясь его объехать, но ребёнок при этом совершил манёвр непредсказуемый, просто перпендикулярно стал пересекать дорогу. Естественно, водитель не успел затормозить и забивать ребёнка на велосипеде. Что происходит? Да, конечно, ребёнок не должен был там оказаться. Он немножко неправду сказал, что он у друга, на самом деле он поехал на велосипеде, и родители-то, может быть, здесь были введены в заблуждение. Но вот этот водитель, который ехал на автомобиле, ему нужно максимально было снизить скорость. Он видел, что едет ребёнок. Если бы он максимально снизил скорость, и совместно с этим манёвром, который он предпринял, вероятнее всего, он бы либо не наехал вообще на этого ребёнка, либо вред был в разы ниже. Это, Павел Анатольевич, вы рассказываете этот случай. Мне почему-то сразу на ум приходит, как вести себя водителю, когда ты едешь по тёмной дороге. И там, где велика опасность в обегании на дорогу диких животных, тоже непонятно, как себя поведёт. И здесь маленький человек, непонятен его дальше маневр. Так что всё-таки водителям надо именно через призм психологического ребёнка рассматривать эту ситуацию. То есть они должны понимать, что ребёнок, тем более если он маленького возраста, он может повести себя как угодно. То есть это основное. Просто совет, пожалуйста, водителю воспользуйтесь этим советом. Но то же самое, когда ты подъезжаешь к нерегулируемому пешеходному переходу, будь осторожен, что на этом пешеходном переходе может показаться человек, может выбежать ребёнок, и может случиться всё, что угодно. И опять же, да, дополнительно, раз уж заговорили про тёмное время суток, про перевозку детей, да, всё-таки, если тоже, опять же, переводим детей в автомобили, опять же, если у водителя не сильно большой опыт управления, всё-таки постараться, постараться избежать перевозки в тёмное время суток. Понятно, что не всегда это возможно, но надо постараться это делать. Лучше на ночь останавливаться и отдыхать, да, тем более, что инфраструктура на наших дорогах сейчас хорошая. Теперь о тех самых самокатах, потому что вся Россия говорит об этом. Случаев трагических очень много. Что с этим делать и какие предпринимаются меры? Ну, очень много задаётся вопросов. К сожалению, в настоящее время эти средства передвижения, они как бы выпадают из правового поля. И это не велосипед, и вроде не самокат, и не пешеход это. Я тут перед передачей немножко изучил мировой опыт. Я пришёл к такому выводу, что в принципе, в целом, ну, не во всех странах это тоже отрегулировано, но в тех странах, в которых есть правовые нормы в отношении вот этих транспортных средств, там у них примерно одинаковые позиции по поводу мерзапрещения, да. И к этим же позициям, в принципе, подтягиваются и те страны, в которых нет ещё такой конкретной прям правовой практики. Там в основном, в тех странах, где не приняты законы, косвенно руководствуются требования к велосипедистам. То есть их приравнивают, да, к велосипедам? Да, наверное, верно. Но здесь, если нет у вас правовой основы, здесь КС, вроде бы тут можно прописать, что делать нельзя, но при этом к ответственности особенно не привлечь за это. Так вот, тезисно, если говорить, во-первых, начнём с того, что основная проблематика – это когда вот эти электросамокаты берутся в прокат, так называемый ширинг вот этот. Он очень сильно развивается, причём у нас стереон тоже уже появился. Да, я смотрю, уже стоят, да, можно уже брать. Так вот, и наиболее популярные модели, которые используются вот в этих пунктах проката, это модели со скоростью порядка 20-25 километров в час максимальной скорости их, да. Поэтому на тротуарах уже запустить нельзя. То есть они должны двигаться всё же по правому краю проезжей части, и при этом тогда у нас второе ограничение – это возраст 16 лет должен быть у людей, кто ими управляет. Собственно, вот это прописано и вот в этих запрещающих всяких мерах, которые в других странах приняты. То есть я вот просто пройдусь тезисно. То есть, во-первых, это использование защитной экипировки всё-таки, потому что скорость значительная, скажем так. Скорость значительная, да, но это уже можно приравнивать к мотосредству, если защитная экипировка, мы здесь говорим. Ну, наверное, пока нет, потому что есть более мощные самокаты, которые, они уже правда попадают под формулировку мотосредств, они уже попадают в правовое поле, скажем так. Мы говорим сейчас о тех, которые у нас не попали в правовое поле. Всё же используем защитную экипировку. Второе, что очевидно, как бы не нужно использовать гаджеты во время движения, потому что ясно, что на велосипеде, наверное, гаджет использовать сложно, потому что надо прилагать мускульную силу, и времени на разговоры не хватает. Здесь мускульную силу прилагать не надо, поэтому некоторые пытаются... Да, вроде бы везёт и везёт, и можешь делать всё, что угодно. Отвлекает, поэтому использовать нельзя. Бесспорно, в состоянии опьянения тоже нельзя пользоваться этими средствами. Это, по-моему, очевидно. Это средство, оно для одного пользователя предназначено. Вдвоём передвигаться на нём нельзя. А что, есть случаи, что и вдвоём передвигаются? Ну, это даже... Многие, наверное, были свидетелями этих случаев. То есть обычно юноши с девушкой так романтично едут. Романтика. Что, не дай бог, что-то случится, романтика закончится. Запрещено перемещение на этих средствах в местах большого скопления людей. То есть там прямо прописано в законодательстве, что если мы попадаем на оживлённую площадь, либо на пешеходную улицу, нужно спешиться и двигаться пешком. Как мы всегда говорим, как велосипедисту пересекать проезжую часть. Далее. Так же, как я уже говорил, там ограничение по скорости введено. То есть они где-то в среднем 20-25 км в час развивают скорость. Про возраст 16 лет я уже говорил. И плюс ещё такой момент. В тёмное время суток во многих странах запрещено передвигаться на этих средствах по тротуарам, во-первых, и во-вторых, без световозвращающих элементов. То есть они должны быть заметны. А ещё один немаломожный момент. Обязывают установить звуковой сигнал на эти средства, чтобы они могли предупреждать себя о своём передвижении. Но вот мы сейчас говорим о том, что надо. Какие-то меры предпринимаются? Те же самые организации, которые сдают в прокат эти самокаты? Нет, ну в настоящее время сейчас очень идёт массированная проработка этого вопроса, чтобы внести в правовое поле эти средства передвижения. Вот у нас даже семинар состоялся в летние месяцы, в июне, по-моему. Там обсуждался этот вопрос о внесении изменений в законодательство, с привлечением экспертов, в том числе и с госавтоинспекцией. Вопросы обсуждаются, и, вероятнее, всего это будет в ближайшее время внесено. А то, что я сейчас говорил выше, вот эти все рекомендации, всё-таки их следует уже соблюдать. Опять же, это сделать несложно. Ну, допустим, да, защитная экипировка, наверное, стоит немножко денег. Может быть, вот эти остальные пожелания, они соблюдать несложно. То есть вы взяли, во-первых, это можно прописать где-то и в приложении, кто выдаёт эти прокаты. Да, 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 это очень многое зависит от этого. Можно описать эти условия. Во-вторых, сам пользователь тоже, наверное, должен их соблюдать, попытаться сейчас. Мы здесь, вот вы сейчас сказали на радио, я надеюсь, что многие радиослушатели нас услышат, вы вот с этими рекомендациями выходите, что называется, в детскую среду, рассказываете детям и подросткам о том, что можно и чего нельзя, и об опасности тех же самых самокатов. Сейчас мы говорим о том, какая работа проводится летом сотрудниками ГИБДД. Ну, немножко у нас сейчас мы в такие сложные условия поставлены, из-за ограничительных мер, поэтому... Всё-таки пандемия ещё, она продолжается. Да, очные контакты немножко сократились, которые дают максимальный эффект. Но при этом нам, вот немножко отвлекусь от темы, очень помогает сейчас, как мы уже говорили в одной из программ предыдущих, что у нас сейчас в Твери создан центр профилактики детского дорожного трансформаторного травматизма, и сейчас этот центр получил мобильную лабораторию безопасности. То есть это на базе микроавтобуса, лаборатория безопасности, которая включает в себя очень много элементов, от самокатов тех же и велосипедов, которые там включены в состав этой лаборатории, до элементов уличной дорожной сети, дорожных знаков, которыми можно смоделировать какой-то участок дороги и по нему попытаться детям правильно проехать. Причём необходимость этой лаборатории, вот у нас, конкретно в Тверской области, она всё-таки очевидна, потому что наша область, она имеет очень разветвлённую сеть автомобильных дорог, наверное, одну из самых крупных в Центральном федеральном округе. И поэтому у нас некоторые населённые пункты, они на серьёзном удалении находятся, и чтобы вот это обеспечить, эту работу профилактическую, как раз это лаборатория безопасности, она, когда в полную мощность заработает, она очень сильно поможет в этом. Во-вторых, какое ещё положительное? Это всё наглядно. Все случаи, в том числе и пугающие случаи, что может произойти? Детям, особенно младшего возраста, им это интересно, когда они могут это всё увидеть и потрогать. То есть тут же им дают этот самокат попробовать прокатиться, тот же велосипед, какие-то фигуры попытаться выполнить. Это же очень интересно, и у детей это откладывается. И плюс всё-таки в управлении как велосипедом, так и самокатом большую роль всё-таки навык тоже играет. То есть эта лаборатория, она сможет, так как она мобильная, она сможет побывать во всех населённых пунктах, во многих крупных населённых пунктах нашей необъятной Тверской области. Не только крупных, но и мелких. То есть это просто увеличит охват. То есть здесь вопрос уже инициативы органов местных образования на местах, чтобы они... То есть директора школ должны выходить на вас и говорить, мы хотим научить наших детей, и туда сможет подъехать эта лаборатория. Либо на нас, либо напрямую на этот детский центр. Работа всё-таки в этом году, этим летом работают оздоровительные лагеря. Вы насколько посещаетесь сейчас, несмотря на определённые ограничения? И какая вообще работа принята летом обычно у сотрудников ГИБДД, именно профилактическая работа? Вы правильно говорите. Да, в основном, конечно, летом это направлено на участие в лагерях детских оздоровительных. Потому что наша цель какая? Охватить максимальное количество аудитории. А максимальное количество летом – это получать детские оздоровительные лагеря. С учётом ограничительных мер всё-таки мы проработали вопрос. Естественно, сотрудники все вакцинированные и всё-таки выезжают в лагеря и рассказывают это вживую. С ориентированием на конкретную аудиторию. Потому что детям, ну, как я уже говорил, детям более младшего возраста интересно наглядное. По старшим, может быть, интересны уже более интерактивные такие варианты. И поэтому именно с этим расчётом проводятся занятия. Вторую, серьёзную роль играет в этой профессиональной работе всё-таки сами дети. То есть, как мы уже говорили, эти отряды ЮИД, которые у нас имеются, они сами дети, в среде детей могут организовать эту работу. Это тоже немаловажный момент и приносит хороший результат. Вообще у помощников радостно говорить сегодня, что добровольных помощников у инспектора ГИБДД довольно-таки много, да? Которые гораздо помочь и предотвратить беду на дороге. Ну, был какой-то провал вот в этой деятельности, скажем так. Люди, даже не говоря о детях, в принципе неохотно и шли понятыми, да? О, это была беда. Сейчас, понимая, ну, всё, что происходит, да, и что людей, которые ведут себя неадекватно на дороге, надо их изолировать от дорожного движения или наказывать как минимум, да, то люди, понимая это, то есть всё-таки более охотно стали идти на контакт с госавтоинспекцией. Это касается и получения доверительной информации по телефонам доверия, и участия, в принципе, в процессе оформления административных материалов. Раньше нужно было остановить от пяти до десяти автомобилей, чтобы кто-то согласился подписать материал. Сейчас, остановив первый автомобиль, люди уже с удовольствием. Это отрадно слышать от вас. Я хотела уточнить по поводу профилактики. Мы заговорили. Была такая акция, которая проводилась, по-моему, по всей России. Называлась «Твой ход-пешеход». Что это такое, кто участвовал и для чего мы об этом и говорим сегодня в программе. Какой эффект ожидаемый от этой акции? Да, это федеральная акция. Наш регион, кстати, был первым, на территории которого она была реализована. Это совместный проект Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и общественного движения движения безопасности. Название этой акции говорит само за себя. То есть оно направлено на профилактику безопасности пешеходов. Причем на разные категории. То есть начиная от детей и заканчивая уже взрослыми пешеходами. И в связи с этим, соответственно, разные у них эти, что называется, локации были. То есть для детей были более доступны даже с раздаточным материалом. То есть раздавались шнурки световозвращающие, футболки, кепки. То есть детям это интересно, как мы уже об этом говорили. Да, да. То есть вот в рамках этой акции у нас на территории Тверской области она прошла на территории города Твери непосредственно. Также она прошла в Варжеве, в Западной Двине и в Торжке. То есть в наиболее таких крупных городах, как мы посчитали. Если говорить о детях, то в рамках этой акции было охвачено более тысячи детей. Причем в Твери в выходные дни эти мероприятия проводились в местах скопления детей. То есть это городской сад, парк Победы и Бубачевская роща. То есть это такая доступная игровая форма, тем более если есть еще и подарки, да, такие важные подарки. Она не сколько даже игровая, но сколько более наглядная. То есть там плакаты, такая вот визуализированная информация в основном. Вот мы заговорили о светоотражающих устройствах. Мы еще раз давайте напомним и родителям, и детям, потому что, к сожалению, скоро осень, световой день уменьшается. И темнеть снова будет рано, да, и что очень важно на дороге. Ну, к сожалению, у нас не все дороги освещены должным образом. Особенно это касается дорог вне населенных пунктов, либо в каких-то небольших поселениях. Уже много говорилось и в средствах массовой информации о расстоянии восприятия водителем человека в темной одежде, в светлой одежде, и человека с элементами, световозвращающими на одежде. И мы понимаем, что световозвращающие элементы в разы позволяют обозначить пешехода лучше, чем в самой темной одежде. Поэтому тут, очевидно, надо, конечно же, это использовать. А отрадно то, что все-таки, то, что касается детей, в основном эти элементы используются. Потому что, ну, детям, во-первых, это еще интересно, да, и, во-вторых, уже много, ведь предварители одежды уже используют уже изначально эти элементы. Третий момент сейчас, что отрадно, да, вот в школах, когда принимают впервые в первый класс учеников, даже на классах, на рейтских собраниях, на первых, организационных, рекомендуют преподаватели уже приобрести вот эти элементы. То есть в наборе ученика необходимого, ранец, карандаши, тетрадки, присутствует световозвращающий элемент. Да, здорово. То есть это такой все-таки серьезный шаг, то есть это, наконец-то, педагоги это поняли. Вы здесь хоть совместно, да, с учителями в одной упряжке? Да, да. Ага. И еще совет, конечно, наша передача подходит к концу. Общий совет и родителям, и детям, которые сейчас дети приезжать будут с отдыха, скоро в школу, да, детей в крупных населенных пунктах будет больше. На что, еще раз повторим, прежде всего обращать внимание? Ну, во-первых, на перевозке детей долго останавливаться не будем. Однозначно используем здесь удерживающее устройство. Второе. Перед началом учебного года, особенно с младшими школьниками, все-таки рекомендую родителям пройти маршрут из школы домой и из дома в школу, показывать детям опасные места и так называемые дорожные ловушки, да, чтобы, ну, причем с объяснением, не просто сказать, что вот здесь идти нельзя. Потому что нельзя. Да. Нужно как-то пояснить, попытаться ребенку доступным языком, почему это так. Ну, и третье, что касаемо средств передвижения, все-таки давайте мы возьмем последний летний месяц, что дети все-таки, наверное, в города приедут чуть раньше, и, увидев самокаты в доступности, начнут их ими активно пользоваться. Все-таки надо родителям объяснить, если уж вы возьмете самокат, то надо делать именно так и никак иначе. Спасибо огромное. Я надеюсь, что сегодня к вашим рекомендациям прислушаются многие жители Тверского региона. Напоминаю, что это была программа «Тема дня». Программа выходила в цикле на радио Монте-Карло, цикл в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня моим собеседником был заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Спасибо. Будьте здоровы. Всего доброго. Здорово. Всего доброго. Здорово. Всего доброго.